О том, что Виталий пережил сложнейшую операцию, напоминает лишь рубец на всю грудную клетку. Два года назад 46-летний житель Алейска пережил инфаркт. Мужчине срочно потребовалась пересадка. Виталию повезло, новое сердце нашлось всего за пару месяцев. Алтайские кардиохирурги экстренно провели операцию. Дебют оказался успешным, сердце прижилось. Теперь Виталий живет полноценной жизнью, путешествует, ведет хозяйство и радуется каждому дню, не разделяя свою жизнь на до и после. Я себя сейчас чувствую так же, как и раньше, как до инфаркта. Так же на машине ездил, ну просто физическую работу поменьше делаю, там полегче. Супруге больше достается физическое. А остальное все то же самое. Сегодня в Краевой клинической больнице Виталий проходит плановое обследование. Показатели в норме. Но чтобы и дальше все шло как по маслу, пациенту придется пожизненно наблюдаться у врачей и постоянно принимать медикаменты. Оторжение не имеет границ. Она одинаково длится как через 15 минут после пересадки, так и через 50 лет. Это одинаковое. Все, прозевали и все. Трансплантация – это всегда лотерея, говорят медики. Здесь нет очередности. В листе ожидания Виталий был крайним. Но донорское сердце подошло именно ему. Другие до сих пор в ожидании. Прямо сейчас в очереди на пересадку сердца 4 наших земляка. Ежегодно мне нуждаются около 10 жителей Алтайского края. Наши кардиохирурги в силе проводить до 5 подобных операций в год. Но выполнять даже эту планку они не могут. И дело не во врачах, и финансировании. Это все есть. Главная причина – катастрофический дефицит донорских органов. Это огромная проблема. И проблема в мире это существует. Конечно, впереди развитие и Сибирского банка органов, и обмен с Новосибирском. Он существует у нас. Это вообще изумительная ситуация, если мы начнем подходящие сердца им отдавать, а не нам. Но чтобы в стране, и в частности на Алтае, развивалась трансплантология, нужно прежде всего прививать к культуру донорства, настаивают медики. Ведь наши соотечественники даже в случае смерти не готовы отдавать органы на трансплантацию. Для сравнения, в Европе или Америке отношение другое. В некоторых странах на водительских удостоверениях даже есть графа «Я согласен стать донором». Виталий выиграл в эту лотерею и теперь точно может сказать – в 46 жизнь только начинается. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.